Когда мы создаем вокруг себя культуру, окружающей обстановки, то эта культура окружающей обстановки переносится и на взаимоотношения. Нельзя хорошее взаимоотношение сделать тогда, когда у нас внутренняя культура не развита или на низком уровне находится. Значит, на низком уровне будет находиться и наше взаимоотношение. То есть человек должен постоянно творить себя. Каждый человек индивидуум и развивается в самом себе и в обществе. Какие у вас вопросы есть? Конструкция мозга подобна разумной земной организации. Все структуры во Вселенной подобны, начиная от человека и кончая разумной земной организацией, разумной космической организацией третьего порядка. Вернадский говорил, что человечество должно стать единым в информационном и энергетическом отношении. Это как раз те параметры, которые определяют организм как целостную организованную структуру. Целостная организованная структура, если я обозначил организованную структуру, будет равна информации, умноженной на энергию и умноженной на время структуры. Человечеству, чтобы получить из этой информации, информация развивающего разума, будет равна организованной структуры, биосферы, деленная на энергию, затраченную человечеством, на развитие, на получение этой информации и на время существования человечества или извлечения информации, на время развития. При достижении величины вот этой, равной этой, мы получим информацию, развивающую разума, будет равна, вместо этой организованной структуры пишем, информацию структуры, умноженную на е структуры, умноженную на т структуры, деленная на энергию развития и на время развития. Если эти будут равны, то мы их зачеркиваем, получаем информация разума, развивающаяся, будет равна информации структуры, вот этой структуры. То есть биосфера будет полностью разрушена, и информация, ее сравняется с добытой информацией самим человечеством. На этом развитие человечества на Земле прекращается. Эта модель интересна тем, что она помогла мне понять структуру общественного организма на Земле. С помощью ее можно найти множество ответов на существующие проблемы. То, что я вот, допустим, давно работаю с учащимися, кто это такие люди? Эти парни те, которые дальше не могут учиться в нашей школе. Механизатор – это не профессия. Если, допустим, я имею лопату, вместо, допустим, трактора иду в огород, то я ведь не землекопом иду в огород, а огородником. И владею лопатой так, как огородник должен быть, чтобы получить конечный продукт. Мы же, кажется, готовим механизатор, как землекопом. Скопал землю, а не важно, получит ли он огород, то есть огородность этого продукта или нет. Ведь крестьянин сам по себе, когда он еще с Сахой работал, так он на Саху работал, не был специалистом по Сахе. Так вот, если говорить о том, что в основе сегодня живет человек, и развитие-то его должно быть в государстве приоритетом. Приоритетом должна быть личность сама. Если в основе нет личности, в основе государственного, то ничего общего создать не возможно. И вот тоже, допустим, информационный поток. Сможете ли вы, допустим, в нужный вам момент получить нужную информацию или нужную литературу? Если мы говорим, что у нас плачевное дело в состоянии библиотечного фонда, везде, так сказать, эта ситуация, то, следовательно, в нужный момент я через эти плачевные, так сказать, учреждения не могу получить быструю информацию. Тем более, вот с этой централизацией публикации. Если я имею какую-то, допустим, ну, интересную работу или интересную мысль, то я не могу никому довести. Она для меня, просто, практически публикация закрыта. Вот. Следовательно, уже человек, если она... Она может не настолько важна, так сказать, как для общества, но она может важна для того, чтобы возникли мысли у следующих людей, которые, так сказать, будут развиваться так, как им надо. То есть информация, которая им не достает, она могла бы быть получена. И чем быстрее человек получит информацию, тем он потратит меньше для того, чтобы развиваться, для того, чтобы получить следующую информацию. То есть это уже не надо изобретать Эти все вещи, конструкции мозга, она уже изучена В тех пределах, которых мы можем пользоваться Вот допустим, перенеся ее на общественные структуры И человечеству было бы гораздо проще, если бы осознать вот это явление Мы все время говорим, что целостные структуры существуют И взаимосвязь с внешним миром, допустим, со вселенной Что что-то где-то должно быть общее Особенно конкретно к себе человек никак не хочет Что он тоже является частью чего-то Тем более частью какого-то целого другого порядка Мы думаем, что все время наши народности, образование, национальное государство Они так и будут развиваться вот такими кусками Мы не можем представить, что это будет целое И остаток самих взаимосвязей внутри подсистемы Они, так сказать, сейчас централизованы Их действия как бы контролируются центральной системой Вот что это как раз и противоречит самой структуре подсистемы головного вольта Допустим, если вы идете и одна система ваша контролирует ваше движение То вы спокойно можете другой системой думать Если бы все это контролировало Представьте, что бы все в голове было бы В одно и то же время контролировалось и ваше движение И вашу мысль, и вашу, так сказать, реакцию на окружающую среду На температуру То просто-просто в мозге был какой-то кошмар Ну что и происходит у нас в государстве, так сказать Почему и спор идет о том, что когда будет наступить период ноосферы Как раз ноосферы предусматривают тогда, когда именно образование этого организма Когда все взаимодействия между подсистемами или национальными образованиями Или государствами будут взаимосогласованы Они будут постоянно совершенствоваться Как вот организм он несовершенный, потом, так сказать, идет процесс его совершенства И они будут постоянно совершенствоваться Зашел ли ответ на поставленный мной вопрос Почему человечество разрушает бесферу? Думаю, что да Разум Вселенной преподнес разуму человека Задачу в виде среды его обитания бесферу Познавая которую, он разрушает, как ребенок, игрушку Другого способа познания нет В момент, когда человечество полностью разрушил биосферу Извлекая всю содержащую в ней информацию Заканчивает свое развитие Но биосфера должна разрушаться только ради познания И охранять нужно не только ее информационную емкость Но и красоту, как необходимые условия развития последующих поколений Сегодняшнее состояние биосферы таково Что сохранение этих условий вызывает большую тревогу Все это должно побуждать все функциональные подсистемы Национальное образование и государство Как более согласованным действием Как можно меньше следовать путями проб и ошибок Ну что меня заставило размышлять над этими вопросами Это, в общем-то, большая скорость деградации природы Разрушение такой скоростью, что нормальная человеческая психика не успевает адаптироваться Я попытался обращаться в верхние эшелоны власти Но это оказалось безрезультатным Машина была раскручена таким образом, что ее остановить невозможно И вот все это пришлось желание как-то исправить обстановку Огромное желание И навела меня на мысль о том, что искать причины, закономерности Взаимодействия человека с окружающей средой Обидно в том, что все это бессмысленно Мы ничего не стали, не жить лучше, не продукции получать больше Смысла того там нет И вот это бессмысленность как раз наводит на мысли Почему этот человек делает Зная, что ухудшает среду обитания И в то же время продолжает разрушать эту же среду Субтитры создавал DimaTorzok